Доброе утро! Вы смотрите итоговую программу «Вести Ульяновск» в первой части выпуска. Летим в Крым. Первым авиарейсом «Ульяновск-Симферополь» воспользовались 40 человек среди пассажиров и губернаторов. Скрытые дороги, траншеи на улицах, реконструкция без разрешений, рабочие моменты летней жизни города в мэрии устраивают не всех. Обзор аппаратного совещания в Ульяновской администрации. Гибель по халатности. Трое мужчин задохнулись в городском коллекторе. Они собирались его чистить, наплевав на меры безопасности. И такие трагедии уже не редкость. Во вторник из аэропорта имени Карамзина вылетел первый рейс в Симферополь. Быстро и недорого. И теперь уже на российский курорт отправились 47 ульяновцев. Вместе с ними на полуостров по делам вылетела глава региона. Трапы провожают под звуки струнного оркестра. Событие историческое. Впервые за десятки лет на табло ульяновского аэропорта засветилось южное направление. Пассажирам рейсов в Симферополь дарят сувениры. Устоек к регистрации многолюдно. В 50-ти местном самолете свободными остались только три кресла. Особенно удобно с детьми. Не нужны никакие поездки на автомобиле в Самару, в Казань. Сейчас 20 минут ты в аэропорту. Ребенок не капризничает, не плачет. Поездки все переносят не очень хорошо. А тут аэропорт удобно. Два с половиной часа полета без пограничного контроля и дополнительных проверок. На Черноморское побережье небольшой CRG-200 будет летать трижды в неделю. Крымский вояж ульяновцам будет стоить от трех с половиной тысяч рублей. Маршрут субсидирует федеральная казна. Эти рейсы субсидируются для авиакомпании. И поэтому авиакомпания тоже заинтересована, чтобы этот рейс был не только сезонный, а круглогодичный. Часть пассажиров летит из Екатеринбурга, часть из Москвы, чтобы через Ульяновск долететь до Симферополя. То есть, ну сейчас билеты до Симферополя очень востребованы. Еще одним пассажиром первого рейса стал глава губернии. Журналистам спешит сообщить – поездка деловая. В Крыму он обсудит экономическое сотрудничество и спланирует оздоровительные кампании. Надеюсь, что мы направимся в Крым не менее 500 молодых людей для оздоровления. Завтра я уже лично проинспектирую вместе с министром образования о том, как готовы вот эти оздоровительные лагеря, насколько они соответствуют нашим высоким требованиям. Ну и, конечно, для нас крайне важно, чтобы мы имели возможность передачи опыта и оказания помощи нашему муниципалитету по-братиму Феодосию. Быстро и недорого – вот формула популярности южного рейса. В авиакассах билеты на этот маршрут выкупили уже на месяц вперед. Тем временем региональные власти планируют новый курортный путь. Этим летом обещают открыть авиарейс еще и до Анапы. Ключи от новых квартир получили четыре семьи, члены которых будут работать в Ульяновской авиационной промышленности. География привлечения сотрудников увеличивается от Украины до Средней Азии. Эта пара уже с опытом работы. Собеседование с супруги прошли без особых проблем. Ну, сначала в незнакомый город везти двухгодовалую дочь они не решились. И вот теперь, когда квартирный вопрос решен, делятся впечатлениями об Ульяновске. Все у них хорошо. По этой схеме на Авиастар собираются привлечь еще специалистов. Как заявляет руководство завода, сейчас идут переговоры с банками по вопросам ипотеки. На подходе даже новая программа. По ней новоиспеченные сотрудники Авиастара участвовать в жилищных программах смогут уже через четыре месяца работы. В Ульяновске заседал общественный экспертный совет по развитию информационных технологий. Члены совета утвердили стратегию развития IT-отрасли в нашем регионе. Ее действие будет рассчитано на период до 2018 года. Разработка документа велась на основе исследований отрасли. Проводилось оно на базе Ульяновского политеха по заказу областного правительства. IT-кластер специфический. Он не может без своего сырья развиваться. Сырьем для нас являются подготовленные молодые люди. Наши студенты и выпускники из отрасли IT. Поэтому существенная работа, она прежде всего связана с тем, что делается в школе. Уже разработаны конкретные мероприятия, позволяющие усовершенствовать подготовку кадров в сфере инфокоммуникаций. А в области сократить утечку талантливой молодежи за пределы региона. В то же время здесь созданы условия уже для успешного развития отрасли. Губернатор отметил, что крупные IT-компании все чаще делают выбор в пользу нашего региона. На Ульяновской земле работают ведущие веб-студии, интернет-агентства и разработчики мобильных приложений. Импульс к развитию IT-отрасли придаст новая стратегия. Мы с вами в кратчайшие сроки, в течение как минимум июня, утвердим ее уже официально, если она нас в полном объеме удовлетворяет. И веря в том, что нам уже ничего не мешать будет, чтобы мы в течение июля приступили к непосредственно ее реализации. По мнению экспертов, новая стратегия поможет добиться высоких темпов развития IT-отрасли, а показатели ее роста будут как минимум в три раза опережать аналогичные показатели внутреннего регионального продукта. Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, посетивший с визитом Ульяновск, открыл бассейн «Буревестник», который входит в спортивную инфраструктуру педуниверситета. Очень важно для нас, что университет развивается. Сейчас у нас есть специальная программа развития педагогического образования, как совершенно особого вида образования, очень важного для нашей страны. И Ульяновский педагогический университет в ней активно участвует. Он вошел в число ведущих наших педагогических вузов, которые участвуют в этой программе. Столичный гость принял участие в церемонии открытия, поздравил студентов и преподавателей вуза, а также жители региона. Ведь, по словам руководства педуниверситета, новый бассейн будет открыт для всех желающих. Помимо территории для плавания, в этом комплексе расположились тренажерный зал, фитнес-клуб, кабинет массажа. При этом созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Наверное, были и среди здесь находящихся люди, которые сомневались, сумеем ли мы это сделать. Но прошел год, и мы с вами видим замечательное здание, комплекс огромный, образовательный, спортивный, оздоровительный, который будет служить долгие-долгие годы. Кроме того, Дмитрий Ливанов побывал и в других подразделениях педуниверситета, в частности в детском саду, в котором пребывают дети сотрудников вуза и студентов. Остался гость доволен, увиденным, отметив, что ульяновский опыт может быть применен и в других регионах. Ульяновский разрабатывает специальную программу по приведению в порядок зеленых зон региона. Действовать она начнет в следующем году, а пока региональные власти оценивают состояние городской и пригородной территорий. Эту игровую площадку здесь ждали 40 лет. В Светлячке свое первое образование получают 50 маленьких жителей села Луговое. Недавно здесь капитально отремонтировали группы. А вот зеленое поле в детскую песочницу превратили после обращения к региональным властям. Сергей Иванович сказал, когда увидел эти фотографии, сказал, как такое могло быть, такое запустение вообще в детском саду, кто его довел до такого. И в пятницу на этой же неделе все было установлено, все было сделано, дети счастливы. И мы тоже от молодого великого, все даже у кого дети уже выросли, не посещают этот детский сад. Все ходят, смотрят, радуются. Компактно и уютно. Красивым двор на улице Корсунской делают собственными руками. Разбили клумбы и даже собственную эмблему вырезали в виде аиста. Архитектурное решение подбирали уже на средства областных грантов. Стараемся. Сделали за первый конкурс. Поставили то, что стоят у меня тут лавочки детские, кормы, горка, все, баскетбольный щит. У нас территория маленькая, поэтому мы стараемся так, знаете, плотненько, но уютно. Региональные власти уверенно заявляют, эффективными денежные вложения будут только при участии в работах самих жителей города. Самым активным губернатор сделал еще один подарок. Мы сюда привезем не самые крупные, наверное, но очень интересные, хорошие, санкт-петербургского производства детскую площадку. Очень хорошего качества. Поэтому здесь пусть все полазают, повисят, там очень много такого интересного есть. Вы только определитесь, где мы вам поставим. А это уже зеленая зона близ Киндзяковского дома культуры. Как сделать ее привлекательной и комфортной для горожан, пока только рисуют в проектах. Собственный стиль придумывают и соседнему спортивному стадиону. Расцвести яркими клумбами и малой архитектурой должны и сельские улицы. Региональные власти уже дали старт специальному проекту народных парков. Сегодня мы накладываем достаточно серьезные средства. Начиная с детской площадки, дорожек, лавочек, скамеек, беседок, игровых форум. То есть это начало благоустройства всего населенного пункта. Мы очень хотим, чтобы населенные пункты занимались не только санитарной очисткой, не только вывозом и сбором ТБО, но вот именно основной частью благоустройства – это приведение архитектурного облика на ближайший вид. Пока глава губерния оценил состояние природных памятников и архитектуры железнодорожного района, все недочеты скорректируют в областной программе по благоустройству. Ее разрабатывают на пять лет, а действовать она начнет уже в следующем году. К первому сентября Ульяновск должен полностью подготовиться к зиме и закончить ремонт дорог. Об этом было заявлено на аппаратном совещании в администрации города. Обсуждение начали со строительного скандала. Один из бизнесменов проигнорировал законодательство города. Центр Ульяновска. Фонтан Уцума выглядит неприглядно. Разрешение на реконструкцию земельного участка владельцу пиццерии, кстати, зарегистрированного в Самаре, администрация Ульяновска не выдавала. Частнику выделили двое суток на устранение проблемы. А еще перекрыто движение на улице Карла Маркса на полтора месяца. Здесь ремонтируют тепломагистраль. Такие же масштабные работы ведутся и в районе проспекта Дружба народов, улица Октябрьская и поймы Свияги. Реконструируют и менее мощные сети. Например, на территории детской областной больницы. Всего таких порывов в Ульяновске в результате гидравлических испытаний выявлено 354. Треть из них уже ликвидированы, а в целом готовность к отопительному сезону сейчас составляет 25%. С опережением графика на пять дней идут и дорожные работы. Ударными темпами закончили ремонт на Московском шоссе и перебрались на улицу Хваткова. Но самая ответственная работа еще впереди. 20 июня будут торги на 286 миллионов рублей. Все это, напомню, прозвучало на аппаратном совещании в Маре. Трое рабочих погибли во вторник в городском коллекторе. Трагедия случилась у продуктового магазина на улице Крыльницкого в Ульяновске. Рабочие спустились под землю, чтобы составить план очистных работ. Обратно доставали уже их тела. Все произошло в считанные минуты и на ее глазах Наталья не может оправиться от шока. В обеденный перерыв, внимание, ее привлекла коммунальная бригада близ коллектора. Один за другим мужчины буквально ушли под землю. Первый, пожилой колец, задохнулся, потерял сознание. Второй, следом, лезть за ним, тоже терять сознание, тоже упадать на это. Третий, пошел, лучше вытаскивать их обоих. Мужчина сверху его тоже не удержала. Моментально, прям на глазах, они тут же, прям тут же, вот угорели моментально. Прям они даже, вот вдох и все. Девушка вызвала скорую, но оказать помощь медики так и не успели. В полузатопленный колодец спускаться стали уже спасатели. Все действия заняли 15 минут. Они установили, трое мужчин задохнулись опасным газом. Пришлось ломать верхнюю часть колодца для того, чтобы можно было спуститься с выдыхательным аппаратом, деблокировать пострадавших оттуда. В настоящее время проводится следственное мероприятие. Причина, это банальное отравление метаном, которое проходит в непосредственном коллекторе. То есть недостаток кислорода и, соответственно, метан. В этой трагедии выжил только один. От журналистов он спешит скрыться. По цепной реакции прораб также спустился в колодец. Почувствовал себя плохо, но сумел подняться обратно. И прораб полез за ними туда, и чуть сам ушел. Нерву зелень и тщет. Под землю мужчины спустились с грубым нарушением техники безопасности, делают выводы спасатели. Ни на одном не было защитной маски и страховки. В областной центр ремонтники приехали из Сурского и Цельнинского районов. Самому старшему было 58. Здесь рабочая бригада планировала заключить договор со строительной фирмой по очистке траншеи. Они не работали. Они приехали посмотреть объем работы. Эти люди, как шабашки, они хотели этот объем работы восценить. Сейчас детали происшествия изучают следователи. Это уже не первая подобная трагедия в городе. В прошлом году также в водостойке погибли три сотрудника коммунальной службы. Почти 100 тысяч дел на общую сумму в полтора миллиарда рублей. Вот такая статистика отдела судебных приставов одного только Заволжского района. Для того, чтобы найти тех, кто уклоняется, например, от уплаты алиментов или каких-либо других задолженностей, приставам приходится регулярно отправляться в рейды по квартирам неплательщиков. В одной из таких вот поездок побывала и наша съемочная группа. Кто? Судебные приставы. Стоит отметить, что далеко не всегда судебным приставам охотно открывают двери. Зачастую должников попросту невозможно застать дома. Сергей Владимирович, судебные приставы, двери открывайте. Этого самого, отнюдь не мифического Сергея Владимировича с проспекта Ленинского комсомола, например, и соседей-то толком не видели. И приставы, после того, как к ним на исполнение попало дело, застать дома не могут. Долги по алиментам. Большая сумма? 25 тысяч. С дня взыскания не платил ни разу. В целом, по Заволжию полторы тысячи дел о взыскании алиментов. Обычно, конечно, неплательщиками являются нерадивые папаши. А в этой квартире должники оба супруга. Они давно лишены родительских прав. Сын воспитывается в детдоме. А мамаша с папашей задолжали государству примерно по 200 тысяч рублей каждый. А почему не пришли, не сообщили, что вы работаете? Почему? А то первый раз и алименты платите. Нет. За мать я платила. Где? За апрель. Я не могу виток найти. Значит, не платили. Этих людей уже устраивали на работу по решению суда с удержанием части долга. Помогло, но лишь на время. По январе они там отработали, как закончился срок наказания. Они уволились и до настоящее время, как выяснилось, сейчас не работают. Другим распространенным долгом являются полтежи коммунальные. И здесь задолженность может достигать нескольких сотен тысяч рублей. И здесь снова невнятные объяснения. А ее нет дома. Когда она будет? А я не знаю, она на работе. А сколько она приходит? Ну, часов в девять. В девять? Да. Где она работает? Ну, на дверях где-то, я не знаю. Неофициально? Официально вроде. Ну, я не знаю точно. Задолженности очень большие. Люди не платят. Бывает такое, что вообще нечего взять. Приходишь в квартиру, а там голая стена. Но бывает такой случай, что люди оформляют рассрочку в управляющей компании. Потихонечку погашают свою задолженность и выкарабкивают. Навстречу должникам готовы пойти и приставы. Другое дело, что те предпочитают либо прятаться, либо отказываются платить. Считай почему-то, что так и должно быть. Еще одного ульяновца выселили из муниципального жилья. На этот раз решение суда исполнили в железнодорожном районе Ульяновска. Причина задолженность за услуги ЖКХ. За четыре года накопила сумма 100 тысяч рублей. Молодой человек объяснил, что скопившаяся задолженность – это не платежи его покойной матери. Женщина в квартире проживала непостоянно, употребляла алкоголь, периодически лечилась в тубдиспансере, была лишена родительских прав. И вот сам парень несколько лет не жил в этой квартире. А когда переселился, то получил наследство долги, которые, впрочем, он же сам еще и приумножил. Были претензии со стороны соседей к нему. Они не раз заявляли, что неудобный жилец ведет асоциальный образ жизни. И вот в итоге суд вынес решение о выселении должника из квартиры. Правда, с предоставлением другого жилого помещения, а именно комнаты в общежитии. В присутствии судебных приставов и представителей администрации, должник добровольно выселился из этой квартиры. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения видного советского государственного деятеля, генерального секретаря ЦК КПСС, председателя КГБ СССР Юрия Андропова. В Ульяновском управлении ФСБ чтят память Юрия Владимировича и отмечают эту юбилейную дату. Образ Андропова воспринимался и ныне воспринимается не только среди ветеранов, но и среди молодых сотрудников ФСБ, как образец подлинного представителя стратегической элиты страны, стремившись к постижению и претворению в жизнь общенациональных интересов. Период, когда в главе органов госбезопасности находился Юрий Владимирович, стал наиболее успешным и полтотворным в плане предупреждения и пресечения подрывной действенности иностранных разведок. Ему удалось заметно поднять авторитет ведомства в обществе. Андропов призывал свето хранить и приумножать проверенные жизни чекистские традиции, такие как беззаветная преданность Родине, верность долгу, высокий профессионализм, честность, добросовестность в работе. Отрадно отметить, что нынешнее поколение сотрудников управления ФСБ России по Ульяновской области бережно относится к традициям, за которые так родил Юрий Владимирович, и поэтому успешно решает стоящие перед ними задачи в условиях нынешней внутренней и международной обстановки. Продолжаем выпуск программы. 12 июня ульяновцы отметили День города. В этом году организаторы сделали упор на интерактивные площадки. Только в центре города их было около 30. Горожан и гостей развлекали также эстрадные коллективы, певцы из столицы. А еще в этот день открылся фестиваль традиционной русской культуры. В 73-м регионе новая традиция. Отныне День России будут начинать с поднятием государственного флага. Причем не только в областном центре, но и в других муниципалитетах. В Ульяновске поднять символ России доверили олимпийскому призеру Алексею Лезину. Первые лица города и области по традиции поздравили ульяновцев с праздниками. Губернатор Сергей Морозов отметил, что современная Россия почти четверть века, но под ней понимают великую страну с богатой и драматичной историей. Этот праздник всех покорений Арсиан. Тех, кто оставил свободу нашей Родины в боях и кто укреплял ее могущество самоотверженным трудом. Также сегодня мы отмечаем День города. В 366 лет многие наши земляки участвовали в событиях, повлияющих на ход не только российской, но и мировой истории. И оставили след в российской и мировой культуре. Глава города вручила знаки почетный гражданин города Ульяновска. Этого звания удостоились несколько человек. Причем один из них это архитектор Август Шаде посмертно. А вот Александр Щербина преисполнен сил. Бизнесмен готов и дальше помогать городу. Кроме того, что производим продукцию нужную для страны, для России и также для Ульяновска, я еще занимаюсь благотворительностью. В этот день слово «благо» воедино связало жителей области. Митрополит симбирский и новоспасский Феофан, к примеру, молился о благополучии ульяновцев. Ради службы на площадь столетия Ленина пришли многие ульяновцы. Благословен Бог наш, всегда мне, Христос, и во веки веков. Служба шла во время дождя, но осадки митрополит Феофан посчитал хорошим сигналом свыше. Его поддержали горожане. А потому что мы дождались дождя, и он нужен нам, как хлеб всегда. Потому что мы верующие и дождались, и будем это знаком хорошим. Дождю улица, празднику культурные учреждения. Из-за осадков интерактивные площадки переместили во дворец губернаторский. И каких здесь только промыслов не было, взять хотя бы резку по дереву. Я со школьницами этим занимаюсь. Я без этого жить просто не могу. Мне вообще ничего этого уже нельзя делать. Я больной человек. А я делаю, значит, я умру просто. Умирать, впрочем, никто не собирался. В этот день хотелось петь, сплясать и даже стучать барабаны, как это делал коллектив пляски «Седьмого неба». А вот военно-патриотический клуб «Сокол» вначале лихо пострелял из пушки. А уж потом затянул свою волынку. Самобутных музыкантов поддержали другие творческие коллективы. На главной сцене губернаторского стартовал фестиваль русской культуры. Его открывал детский коллектив «Счастливое детство. 21 век». Леса в Ульяновской области восстанавливаются опережением графика. Вместо запланированных полутора тысяч гектаров лесники освоили уже две тысячи. И сейчас регион лидер при Волже по темпам лесопосадок. В Кузоватском лесничестве, например, преимущественно высаживают сосну. Сегодня те саженцы, что прижились, нуждаются в уходе. Их пропалывают, чтобы трава не затеняла посадки. В планах у областных лесничеств выровнять возрастную структуру лиственных насаждений в области, что, в свою очередь, повысит прирост древесины и сделает отрасль более эффективной. В Ульяновске посадили почти 300 тысяч цветов. В теплицах городского центра по благоустройству озеленения выросло около двух миллионов растений. Почти половина из них все лето будет красоваться на городских клубах, в парках и скверах. Причем не все сразу, а в порядке очереди. На смену цветающим тюльпанам уже высадили однолетники, которые будут украшать город до поздней осени. Кроме того, на центральных улицах появятся экзотические растения. На улице Гончарова уже можно полюбоваться мексиканской агавой, которая растет в среднем около 30 лет. Для украшения клумб используются хвойные растения, туя и можжевельник. В Барышской Екатериновке появятся уникальные предприятия по производству сухого молока. Ферма будет использовать не только местное сырье. Его поставкой займутся и соседние хозяйства. Это будет крупнейший молочный комплекс в районе. Кроме сухого продукта предприятия Налайты производства молочных и кисломолочных изделий, сейчас на территории будущего комплекса строится помещение. Уже смонтировано два ангара для временного содержания скота. Скоро откроются коровники, котельная и молочный блок. Фермеры закупили дорогостоящие перерабатывающие оборудования и племенных телок в количестве 200 штук. Сейчас на ферме работают 16 человек. С появлением производства штат сотрудников увеличится в разы. Этот проект полностью обеспечен финансированием. Здесь активно работают наши ветеринарные службы. И за этим проектом закреплен мой заместитель по животноводству, который курирует и фактически каждую неделю его посещает. На стройке молочного комплекса побывал губернатор. Он отметил важность такого производства не только для района, но и для всей области. С открытием фермы, сказал глава региона, мы получаем не только доходную строку в бюджет, но и дополнительные рабочие места. А это уже хорошо скажется на развитии села и его демографии. В России день отца. Мои коллеги отнеслись с иронией к этому пока еще не популярному празднику. В России. И посвятили репортаж животным. Оказывается, проблемы с папой бывают и у них. В фермерском хозяйстве Браматкин ключ в Теренгульском районе повсюду звучит гимн плодородию и деторождению. Вот на луга отправилась Атара. За зиму она заметно увеличилась. Ягнеты жмутся к родителям, побаиваясь отстать от взрослых. На опушке леса пасется молодая мама со своим стригунком. На подворье вольно разгуливает птица. Фазаны, индюшки – все по парам. А эти парни бьются не на жизнь, а на смерть. За прекрасных дам. Хотя вниманием не обделены вовсе. Я подпишу, там убрали. Просто так. А она приходит. Они, наверное, проверяют, кого можно брать собрать. А вот результат их активной жизненной позиции. За цыплятами вместе с наседкой присматривает Джоконды. Недавно она тоже стала матерью и поняла – за детьми нужен глаз да глаз. Ее супруг Барон строг с собственными малышами, но совершенно беспринципин с хозяйскими. Они ему буквально на голову садятся. Кстати, из рога изобилия здесь на вольной природе сыплются не только звериные детеныши. И вот на фоне этого ренессанса разворачивается драма – отчаянное одиночество буйволихи-браматки. Не похоже на своих товарок по стаду, она с завистью подмечает, как те периодически отправляются на свидание. Нашей буйволихе уже три года. Она у нас очень красивая, покладистая, будет примерной женой. Мы ищем ей жениха. Пожалуйста, ждем предложений. Экзотическую даму молодые фермеры Мурадовы привезли из Цельнинского района. Уверены были – без пара их тропиканка не останется. Сдержана, вынослива и мало ест. Не о такой ли подруге жизни мечтают многие. И это еще не все ее достоинства. Молоко, это буйволиное, оно белковое, очень тоже белковое, белка много, очень жирное. И кефир, ну как мы котык говорим, котык, он режется ножом. То есть он такой вот жесткий, как сыр получается. Кстати, знаменитый итальянский сыр моцарелла по правильному рецепту изготавливается как раз из буйволиного молока. Гюзель не теряет надежду приготовить его в домашних условиях. Если, конечно, клич, брошенный по губернию, будет услышан потенциальным женихом. В Ульяновске прошел конкурс ветеринарных инспекторов. Профессиональными навыками блистали 20 экспертов. В качестве площадки для проведения первенства была выбрана одна из крупных городских лабораторий. Что такое ветсанэксперт? Это вот сегодня ты сейчас проверил мясо, и через час оно уже на прилавках у наших населения. Это в магазинах, это в детских, дошкольных учреждениях. Мы это то, что мы едим. Это очень важно, это очень актуально, и к этому надо приложить приклад очень большие серьезные внимания. Поэтому именно вот этому конкурсу мы уделяем серьезное внимание. Мы растем, мы развиваемся. Лучшим в конкурсе ветеринаром стала Татьяна Чивокина. На всероссийских соревнованиях кинологов и собак службы наркоконтроля пес по кличке Абсент и кинолог Сергей Егоров стали серебряными призерами. Чемпионат проходил в Ростове-на-Дону и собрал лучших представителей профессий. Почти шесть лет назад в управление наркоконтроля принесли двухмесячного щенка-овчарки. Тренировать его было поручено кинологу Сергею Егорову. За это время под руководством своего наставника Абсент не только стал настоящим профессионалом в борьбе с наркотиками, но и спортсменом. На областных соревнованиях кинологов он побеждал не раз. Не оставался без призов и на всероссийских. Этот год не стал исключением. Абсент у нас неоднократный призер чемпионатов и соревнований. Поэтому он составлял хорошую конкуренцию другим собакам. По программе чемпионата предстояло пройти немало упражнений. Среди них соревнования по задержанию, охране, конвоированию. Кинологи и их подопечные показали свое мастерство в общем курсе дрессировки, а также специализированных знаниях и умениях. Поиск наркотических средств в группе людей, в багаже, в помещении, в транспорте. Какое время? 7.45. Конкуренция была большая. 44 управления со всей России. И все-таки Абсент смог показать свое мастерство. Впрочем, и в службе у него только лучшие показатели. За его плечами, так скажем, не одна сотня наркотических обнаруженных средств. То есть он вносит свой вклад не только в участие в чемпионатах, но и реально он несет службу. Он ищет наркотики, он задерживает, охраняет, конвоирует преступников. То есть это наша рабочая собака. В упорной борьбе ульяновский наркополицейский и его четвероногий напарник стали вторыми по поиску наркотических средств и психотропных веществ с задержанием, охраной и конвоированием нарушителя. Они же заняли третье место в упражнении поиска наркотических веществ в одежде человека. Успех команды отметили дипломами и кубком, а также специальным призом за волю к победе. На базе 31-й десантной бригады впервые прошел чемпионат вооруженных сил по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие спортсмены всех видов и родов войск, а также военных округов. Всего около 120 бойцов, а 31-ю бригаду представляли два мастера по спортивному ориентированию, входящие в состав Федерации Ульяновской области. Миниатюрная симбирянка стала лучшей на первенстве мира по жиму лежа. В легкой весовой категории Анна Биржевая покорила штангу весом 107,5 килограммов. Чемпионаты и первенство мира проходили в Дании. Участниками этих престижнейших соревнований в небольшом городке Ротби стали более 300 спортсменов из 20 стран. Медали разыгрывались в трех возрастных категориях. Взрослой, молодежной среди спортсменов не старше 23 лет и юниорской до 18 лет. Ульяновские девушки Дарья Нестеркина и Анастасия Малыгина стали лауреатами конкурсов красоты. Даша боролась за корону на региональном смотре и стала вице-мисс. А Настя недавно вернулась из Москвы. Она победила в межрегиональном конкурсе и стала обладательницей короны ручной работы из чистого серебра с драгоценными камнями стоимостью в 5000 долларов. В октябре девушек ждет еще один конкурс. Суперфинал российской красавицы 2014. Сегодня ульяновские татары отмечают Сабантуй. Через несколько минут он стартует в Парке Победы. На праздник приглашены 200 артистов из Татарстана. Много песен, плясок, развлечений. Посетители смогут даже покататься на уникальной старинной карусели. По-татарски это называется не механический, а вручную приводит движение. Мы, Чуваши, приводим этот карусель, который сделан был в 1954 году. Как раз в этом году эта карусель исполняется 60 лет. Поэтому мы приглашаем всех гостей города и симбирян посмотреть и покататься на этой карусели. Кульминацией праздника станут лошадиные бега, в которых примут участие команды из Татарстана, Чувашии и Мордовии. Начало торжеств, как я и сказал, в 11 часов. И на этом все. Вы смотрели итоговую программу «Весть Ульяновск». Увидимся в следующее воскресенье в это же время на «Россия-1». Всего доброго.